я тут случайно трансляцию запустил, сори я тут случайно трансляцию запустил, сори Продолжение следует... 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 Это была трасса Бахрейн Там победил у нас Дмитрий Смыкалов Второе место занял Илья Исайенко Третьим финишировал Павел Варакса Далее Алексей Соколов, Евгений Толкачев, Андрей Русецкий и так далее То есть, в принципе, те же самые лица, что сейчас у нас на лидирующих позициях Это Алексей Соколов, Дмитрий Смыкалов В принципе, я жду и какого-то небольшого реванша Алексея Соколова от Алексея Соколова Потому что предыдущий этап, естественно, немножко не сложился То есть, сложился немножко не так, как он хотел, естественно И надеюсь, что на этот раз он составит уже большую конкуренцию Дмитрия Смыкалова И спокойно отыграет то, что потерял Ну, в принципе, судя по прошлому чемпионату Я так предполагаю, что в их борьбу может спокойно вклинить Анатолий Корочев И другие пилоты, там, Павел Варакса и так далее То есть, все зависит, естественно, и от того Как повезет, какие трассы будут более удобны для этих пилотов Ну и, в принципе, естественно, будет зависеть и от других пилотов То есть, конечно, случайности на трассе не частые Ворфуты не редки Поэтому мало ли что произойдет Там, кто-то кому-то помешает, там, завал будет и так далее Вот, тоже имеется, в принципе, это значение Так, в принципе, судя по тому, что у нас почти все пилоты показали быстрое время Я предполагаю, что больше никто на трассу уже новый не выйдет То есть, я имею в виду, новое время Вот Баклюков, например, не покажет Потому что он, насколько я знаю, оштрафован Стартом с последнего места И, естественно, на квалификацию он не выходит Не показывает никакое время Поэтому его времени мы и не увидим Вот, до конца сессии Так, дальше посмотрим, что меняется у нас сейчас Как мы видим, Анатолий Корычев у нас показывает пока что лучший первый сектор То есть, в принципе, он пытается замахнуться на время лидера Так, как мы видим, он уже второй Он уже обошел Дмитрия Смыкалова, да, на полсекунды практически Сейчас он пытается улучшить еще время свое Тем самым выйти в лидеры этой квалификации Ну, посмотрим, вот второй сегмент Второй сектор у нас уже заканчивается Сейчас посмотрим, как он идет по времени Нет, хуже, хуже, уже сильно проигрывают Да, второй сектор, естественно, у Соколова он более длинный И поэтому здесь видно, что он больше отыграл Тем более, Анатолий здесь ошибается Да, и круг испорчен Так что, в принципе, уже, думаю, не получится ни у кого У Анатолия Кологорчева именно не получится улучшить свой результат Так как до конца сессия две минуты И тут уже не успеть никак Даже теоретически Так, ну, тем не менее, Дмитрий Смыкалов еще и может побороться Хотя, да, сейчас видно, что он вышел только, по-моему, на свой быстрый круг Сейчас он прошел вот красную воду Так и пошел на свой быстрый круг последний в этой сессии Но я даже сомневаюсь, что получится у него закончить Хотя, возможно, и сможет закончить он этот круг до конца сессии Так как раз прям под клетчатый флаг он вышел Фактически на этот круг Так, посмотрим Первый сектор у него Судя по всему, будет Хуже Да, хуже Всего 97 тысячных он проиграл Но проиграл к лучшему времени Так, сейчас мы подходим к отсечке второго сектора Как мы видим Ошибается вот в этом повороте Ну и, естественно, круг испорчен Можно даже не продолжать Вот, ну, в принципе, вот сейчас Пайл Варакс Имеет возможность улучшить свой результат Как раз у него достаточно Времени на это Многие, наверное, уже привыкли к более новой версии СПА Здесь, как мы видим, старая версия Еще четвертого года, 2004 Так что здесь стартовая прямая в другом месте расположена Так же, как и последняя группа поворотов Она изменена Это автобусная остановка Как мы видим, она тут уже До неузнаваемо переделана На дынешнее время Ну, в принципе, сессия закончена Сейчас начнется прогревочная сессия Вормап Также хочу отмечить, что, в принципе, трансляцию Немножечко затянули Из-за того, что были технические проблемы Более того Видимо, из каких-то технических проблем Один из серверов трансляции А именно, Кибергейм ТВ У нас недоступен К сожалению Придется без рестрима На этот раз уже только на Твиче Транслировать эту трансляцию Простите за автавтологию Но запись, естественно, сохранится Запись выложу Как только закончу эту трансляцию на Ютуб Так, она и на Твиче, в принципе, остается Запись К сожалению, вот Не от меня зависящие причины Если кто смотрел на Кибергейме Тут, уж извините, не получится Так как, по крайней мере, у меня Этот сервер недоступен И транслировать там не получится Сегодня Так Ну, а сейчас, думаю, разогрев Можно отдохнуть До гонки еще Чуть больше пяти минут Продолжение следует... 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 Решили и здесь сделать трассу марафонская, поэтому и гонка должна быть немного марафонская. Продолжение следует... 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 Такое отставание отыграть сразу, да и, в принципе, по времени текущему было это видно. Возможно, какая-то ошибка в красной воде или еще где-нибудь. Здесь опасных мест предостаточно. Продолжение следует... Так, ну, видим, что короче, пужар увеличил отрыв до 7,8 секунды. Уже 8 секунд, что, в принципе, ожидаемо было, что особых надежд он может не испытывать. Однако, кто его знает, ошибется еще один раз. Так, а Данил, по-моему, на следующем круге пытается поехать боксы. Да, наверное, все-таки промежутки поставил кто-то. Или, возможно, просто изношенная резина. Но я не думаю, что на такой трассе сложный робот оставался на мягких. Но, мало ли, может, я чего-то не понимаю. Так. Очень нервно себя видит машина Павла здесь. Так, Анеядов, как мы видим, пристроился за машиной Павла. Павла, видите, не отстает. Да, конечно, он уступает ему целый круг. Но... Вставать не намерен. Так, ну вот. Один из этой группы, а именно Илья Исаенко, заехал на питстоп. Для смены покрышек, скорее всего. Хотя, по сути... Ну, да, да, для покрышек, потому что непродолжительно сильный у него был питстоп. Все-таки заправка, возможно, была бы раньше. Так, Анеядов хочет вернуться в круг с Павлом. Видно, что он быстрее, но Павла особо не сопротивляется. Знаете, он сильно уступил, уступает, точнее, Павлу Гиденко. Видите, по времени 23 секунды почти их разделяет и продолжает увеличиваться отрыв. Сильный износ по ходу его. Павл Вараксик, темп упал заметно. Да, вот, а Павел Дзинк у нас неплохо идет сейчас по трассе в хорошем темпе. Так, а сейчас он получает возможность занять вторую позицию, так как Данил заехал в боксы. Так, посмотрим, когда сам Павел поедет на питлейн и поедет ли вообще сейчас. Так, остается до конца гонки 11 кругов. Я думаю, что... Если ничего такого не произойдет, лидер у нас не изменится. Ну, не знаю, 10 кругов, в принципе, если отыгрывать по... По секунде с лишним, на круге нет, вряд ли. Данил у нас сейчас уже пятый. Так, вот, Исайенко сейчас будет своей позиции возвращать. Ну, наверное, Данил останется на пятой позиции, так как он довольно серьезно пережал и убью. Да, Данил тоже заправляется, как мы видим, не слышно двигателя. Похоже. Хотя, может быть, я ошибаюсь, нет, Павел не заправлялся. Если заправляться, то совсем немного. Так, а посмотрите, здесь борьба у нас. Борьба за третью позицию. Сергей Лапин клеится к Павлу настолько, что прошел его очень легко. Да, сильно ТЭП упал, упал, посмотрите, очень сильно. То есть, от его отрыва не осталось и следа, и Лапин спокойненько прошел его. Видно что-то, либо... Покрышки очень сильно изношены, в виде желтого резину. Не знаю, стоит ли терять ради этого места. До конца гонки еще очень долго. Но посмотрим. В итоге, возможно, это... Будет хорошим... Тактическим решением, не знаю. Пока он не планирует бокса лежать. Так же, как и Павел Деденко. Не поехал в онбоксы сейчас. Да, конечно, здесь... Меньшее количество пидстопов очень хорошо скажется на своей позиции. Да, потому что на пидстопе тут теряют очень много времени пилоты. Самый длинный питлейн из тех, что вообще я видел когда-либо. Ну, именно в этой конфигурации. Вот, получается, что две прямые фактически приходится ехать, а не одну. Обычно в новой версии, как мы видим... Ох, тут кто-то дымит. Анатолий Корычев сгорел. Увы. Анатолий... Нельзя было... Экономить... Ну, ладно. Не получилось доехать и у него до финиша, как я и сказал. Нельзя говорить раньше времени, видите. Ну, в принципе, казалось бы, уж проблем для него никаких. Но... Не смог он уладать этой трассой. Все-таки очень экстремальные виды настройки радиатора были. И просто сгорел двигатель. Жидковато. А сейчас... По 28 градусов. Красса. Так, ну, а Павел Дубенко у нас сейчас первое место занимает. Вот. Неждан-негадана. В принципе, сейчас у него такая же ситуация. Он спокойно едет. Отрыв большой. Лапин не приближается. Однако... Я не помню, заезжал ли он в боксы. Вот что интересно. Павел Аракса точно не заезжал. Но Данил был. Потому и потерял свою вторую позицию. И Сайенко, по-моему, тоже был. Вот. Поэтому... Ну, осталось у нас всего 6 пилотов, фактически. Сейчас Неядов пройдет круг. И... Обойдет Корчо. Корчо, в принципе, уже... Вышел из борьбы. И, судя по всему, Если мне не изменяет память, И по регламенту, Он даже очков может не получить. Да. Прошел он, потому что меньше 2-3 гонки. Хотя... Возможно, именно на границе этих 2-3 остался. Да, да, возможно, получится у него уже какие-то очки получить. На свою седьмую, в принципе, наверное, позицию. Если еще кто-то не сойдет. Да, казалось бы, такая завидная гоночка. Так, Анеядов здесь... Очень опасно возвращается на трассу. Ну, так совершенно безобразно возвращаться на трассу нельзя. Вот если бы Данил не отрулил вовремя. Если видишь, что сзади едет машина, И ты последний, У тебя нет никаких шансов Обойти хоть кого-нибудь. Неужели... Надо вот так... Ну, ладно. Это еще не самый крайний случай, так сказать. Бывали похуже, Когда и поперек-то раз вставали. И выезжали. В принципе, можно сказать, Это медленная машина была. Но, допустим, я, конечно, так бы не выезжал. Я бы, в принципе, Просто бы дождался проезда всех. На такой длинной трассе. В принципе, Осталось всего 5 пилотов, Кроме тебя на трассе. Подождать там одного человека можно спокойно. Пусть проедет двое-трое сюда же. А не друг за другом. Совершенно ничего не стоит. Ну, ладно. В принципе, ничего ведь не произошло. Так что... Ну, в принципе, Это так я на заметку. Если вдруг автор СЕО, А именно Нияда, Посмотрит Ассаляцию потом, Просто будет видеть, что Так нельзя. Все-таки надо учитывать интересы других. Особенно тогда, когда Ты уже ни на что не претендуешь. Я так много времени уделил этому инциденту Просто потому, что... Ну, а на что тут смотреть? Смотрите. Тут вот... Первая позиция... Можно сказать, Вне конкуренции. 28 секунд. Выделяет Генка и Лапина. Аналогично. Лапин. 29 впереди. 17 позади. Павел Варакса. 17 впереди. 14 позади. Занял Горрешин. Тоже. 14 и 8. Ну, а здесь, в принципе, Последний из тех, Кто что-то может Вообще противопоставить. Позади него только тот, Кто впереди него. Можно сказать. Который сейчас Вступит в нему круг. Ну, видно, что трасса Довольно сухая уже. Среды остаются. Но... Сейчас спокойно Можно ехать уже На мягкой резине. Так. А Павел Варакса Сейчас Рейдбоксы. Все-таки Тянул он До последнего. Да. Ого. От его шины Остались только обода. Так. По рельсам едет Фактически. Так. Посмотрите, Что-то Очень Тяжело Машин едет. По звуку Кажется, Как будто Такой Трактор. Да. Вот он Пятый Ну, В принципе Судя по всему Он Пятым И останется Потому что Илья Был уже В боксах А Павел Будет сейчас Покрышки Менять Видно Заправляться Не собирается Четвертой Четвертой Позиции Занимает Сейчас Данил Третий Ригей Лапин Второй И Денка Первый Третий Р Павел Варакс у нас уже выехал из боксов. Как я мог предполагать, он не заправлялся. 7 кругов осталось до конца. А вот сейчас посмотрим. Да, 55 секунд. Без вариантов. Мне кажется, стоило все-таки Павлу намного раньше. Сейчас, в принципе, он просто не мог дальше терпеть. Павел Варакс. 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 Ли Айсанг 8 секунд. Проигрывает Данил Галлетшин. Отрыв, в принципе, стабильный. Можно сказать, гонка совсем скучной стала. Теперь даже в перспективе никакой борьбы, я чувствую, не ожидается. Да и кто будет с кем бороться. Шесть пилотов. Один, в принципе, аутсайтер. Другой тоже. Баракса сейчас очень сильно уступает всем. Практически единственный шанс хоть на что-либо. Это вот эта группа третьей-четвертой места. Между ними минимальное относование в 8 секунд. И то не сокращается, а лишь увеличивается. Ну, можно, в принципе, посмотреть, как катаются машинки. Так как особо событий у нас не происходит, подведем форум. Как я уже вижу, не только Алексей Скалов у нас получил наказание стоп-эн-гоу. Видимо, Андрей Русецкий тоже испытал это. Первый, в принципе, на первом дождевом круге он вылетел. Ударился в отбойник. Доковылял до боксов. Но получил стоп-эн-гоу. Вот, видимо, или превышение, либо еще какая-нибудь проблема. На круге возвращение в боксы. Для того, чтобы отбыть наказание опять в контакт с обойником. Ну, в общем, опять стоп-эн-гоу. Поэтому он и вышел. Так, а то, что у нас Анатолий пишет, то, что, в принципе, его проблема была из-за того, что он при приключении на пониженной в красной воде спалил движок, ну, да, тоже очень опасно здесь. Надо беречь двигатель. Даже два раза написал одно и то же сообщение. Так, ну, а что у нас в гонке? Да что, в принципе, Павел Варакса опять в боксах. Так, это весело. Я не знаю, для чего он сейчас заезжает в боксы. Но, видимо, не для того, чтобы поставить себе какой-нибудь турбонагнетатель или реактивный двигатель, чтобы хоть как-то приблизиться к лидерам. Видимо, забыл что-то. Механики не докрутили. Колеса вроде все на месте. Ничего не отваливается. Может, просто топлива не хватает. За пять кругов до финиша. Так, Данил Довлетшин в боксах. Очень интересный. Ну, да, судя по тому, что Данил долго слишком оставался. Хотя, знаете, не знаю. Такое ощущение, что просто кто-то не рассчитал по топливу. И этих кто-то уже двое. Уж не знаю. Так, четыре круга. Считать не так трудно. Посмотрим, что ждет нас остальных пилотов. Так, а Сергей Лайпинг тоже нажал кнопочку. Ну, вот, не знаю. Тоже топлива не хватает, что ли? К сожалению, я трассу это не катал. И не знаю, насколько хватает топлива. Поэтому я бы не стал исключать этот момент. Так, посмотрим. Даже без обгонов игра становится интересней в этой скукоте. Так, ну, Павел Гиденко точно в бокс не поедет. Да, судя по тому, что он едет так ровно и чисто, что вот этот фу, постучу по дереву. Не хочется, чтобы и этот лидер не доехал. В принципе, проблем не видно. Так, а вот Сергей Лайпин сейчас в боксы поедет. Так, отставание у него так, точнее, от него отставание Ильи Сайенко 19-18 секунд стремительно сокращается. Вот, в принципе, это уж точно что. Ясно, что Илья у нас обгонит его совсем немного оставалось. Так, надеюсь, Илья не поедет в бокс. Ну, и вот мы видим, Илья у нас вторую позицию сейчас займет. Вот так вот их и сапай на вторую позицию без особых, так сказать, проблем. Как, наверное, не комфортно сейчас вот ехать пилотом в такое слепящее солнце в глаза. Как мы видим, она именно на участке подъема всегда заметна. Как только вот вторая часть трассы начинается, почти всегда спиной к этой в желтые пляжки находишься. Так, а вот посмотрим, Данил Давлетшин сможет обойти Сергей Лапина. Не знаю, походу, нет. Слишком большой у них разрыв между ними был. Сейчас, наверное, Сергей уже поедет. Оставитесь, слушайте. нет. Данил Давлетшин сможет его пройзить сейчас. Как раз стартует сейчас только Лапин, а ему еще ехать доехать до отсечки лимитатора. Вот, видите, легко. Пули проносятся мимо него. Так, Лиа Сайник у нас комфортно занимает вторую позицию. Лидирует у нас Павел. А Данил Давлетшин возвращает свою третью позицию. Теперь он точно уже третьим финиширует, если не ошибется сам или не ошибется кто-то впереди него. Лапин также укрепляет с собой четвертую позицию. Ну, а Павел Павлов в принципе здесь неминуемо пятый. Так, что это не я до шестой. Тяжело комментировать гонку из шести пилотов. Особенно когда эти шесть пилотов где-то по всей трассе раскиданы. Уж простите, что я так все время берегу какую-то несу. Уже просто нечего говорить. Читаю форум. Так, посмотрим. Просто у нас что-то интересное добавится. ... Форум... ... Продолжение следует... 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 Все, вот теперь точно финиш, можно расслабиться и постоять мишенью на стартовой прямой. Думаю, Илья Сененко прекрасно понимает, что сейчас можно в кого-нибудь рубануться, например, в меня, хотя нет, не спятался. Нас не догонит, как-то культура финишировал. Так, Данил Давлетшин, ну тебе ехать еще довольно долго. Долгий финиш получается. Гонка получилась довольно тяжелой как для пилотов, так, в принципе, и для меня. Немножко не стал я комментировать пустоту, но что же делать? Не всегда борьба бывает. На всю продолжительность трассы не хватает, на всю продолжительность гонки. Ну вот, финишировали уже все, кроме двух. Данил Давлетшин и Сергей Лапин. Ну вот. Финишировали у нас Данил. Так, и Сергей Лапин решил поехать дальше, догнать Данила и дать. Ну а я, в принципе, с вами попрощаюсь, довольно-таки, интересная гонка у нас, это мы увидели. Всем спасибо за внимание. Ну и до встречи на следующем этапе, надеюсь. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok